Этнолингвистический анализ номинаций «Трудолюбие» при Балтийско-фенских языках. Доклад подготовлен Ирмой Ивановной Муланин и Татьяной Владимировной Пашковой. Докладчик Ирма Ивановна. Дорогие коллеги, сегодня я выступаю не в привычном для себя таком аналитическом пространстве, а в поле антропологической лингвистики. Антропологическая парадигма, как известно, выносит центр внимания человека, который осваивает, осмысливает мир в категориях языка. Во второй половине XX века она заступила на место структурной или структуральной парадигме, которая, в свою очередь, рассматривала язык как самостоятельный объект, отвлеченный от его носителя. То есть человек сам по себе, а язык сам по себе, как некая готовая структурная матрица, изначально присутствующая в наших головах, известный тезис самого известного лингвиста современности Нуама Хомского. Не так оценивается ситуация в антропологической парадигме, где человек признается таким активным началом в языковом процессе. Антропологическая лингвистика включает в себя целый ряд направлений, в том числе этнолингвистику, которая изучает культурную и языковую специфику картины мира говорящего. Я в последнее время с большим интересом читаю работы по славянской этнолингвистике, радуюсь ее результатам. И мне это сожалею, что у нас при Балтийско-финском языкознании это направление развито все-таки слабо. Некоторые попытки в русле аномасиологии были в 60-е, 70-е годы, но они как-то по-настоящему не развернулись. Мы с Татьяной Владимировной Пашковой, моим соавтором, попробовали применить наработки наших коллег-славистов, особенно школы Никиты Ильича Толстого, их методику, к нашим прибалтийско-финским данным. И в этом выступлении сделана попытка проследить, как в прибалтийско-финских языках сложилась семантика трудолюбия, через какие этапы семантического развития слова она прошла и какую этнокультурную и одновременно этимологическую информацию из этого можно извлечь. При этом мы исходили из общего прибалтийско-финского контекста, поскольку во многих случаях в родственных языках просматривается такая сходная ситуация в наборе значений, в их сочетаемости и так далее. Такой подход позволяет полагать, что истоки вот этой семантической деливации и развитие семантики трудолюбивого трудолюбия были заложены уже в проязыковом слове, обнаружить общие для прибалтийско-финского языкового мира регулярные семантические отношения. Итак, какой он трудолюбивый по-пребалтийско-фински? Свод рассмотренных выступлений прибалтийско-финских слов, называющих усердных, трудолюбивых, включает более 20 единиц, собранных из, прежде всего, диалектных словарей прибалтийско-финских языков. Причем это все многозначные слова с так называемой регулярной многозначностью, то есть сочетанием двух и более значений, из которых одно трудолюбивый во всей вот этой серии слов. В них довольно четко просматривается такая повторяемость линии семантического развития. И семантика трудолюбия эту линию замыкает, то есть находится в конце цепочки изменений семантических двигов. Иначе говоря, вот такое абстрактное понятие, как трудолюбивый, вычленилось из более раннего и более конкретного значения. Какого же? Что послужило основанием для такого семантического двига? Оказалось, что в этих словах воплотились три семантические модели, тесно между собой спаянные. Первая – быстрые энергичные бойки, вторая – такой страстные, неуемные, рьянные и третья – жадные. Иначе говоря, слова с этими исходными значениями приобрели в ряде прибалтийско-финских языков семантику трудолюбия. Ну вот дальше у меня тут есть… Я очень коротко прокомментирую. Финское слово «урос» литературного языка, известное, да, и его диалетные соответствия, карельское «урос» и «урос» – усердные, желающие работать, имеют соответствие в эстонском. Здесь приведены вот эти диалектные варианты. Мы видим, что в эстонском слово осталось на уровне семантики «бодрый», «быстрый», «шустрый», не приобрело семантики трудолюбивого человека. Финское и карельское «топакко», «топакко» – «быстрый», «бойкий», «энергичный». А вот карельское однокоренное производное, «топпе», он не только быстрый, но он еще и усердный, то есть трудолюбивый человек. Кстати, этимологические слова финского языка почему-то не рассматривают карельское «топпе» и финское «топакко» в одном ряду, разводят их по разным статьям, хотя, как нам представляется, никаких препятствий ни семантических, ни словообразовательных здесь нет. И самое главное, карельское «топпе» усердный укладывается в ту семантическую модель, которая подтверждается и другими словами «быстрый», «энергичный» и отсюда «трудолюбивый». Ну вот здесь на этом слайде еще «капея», которая в финском имеет семантику «трудолюбивый». А карельский эквивалент «капея» реализует всему страстный, распутный, охотный до девушек. А на восточной окраине прибалтийско-финского языкового мира слов преодолело семантику «красивый» в «бевском», в «отском», в «ингерманске» и «говорах». Вот почему так? То ли потому, что именно красивые являются предметом желания, то ли здесь какой-то другой посыл, мы этого на самом деле не знаем, потому что языковой образ красивого не проанализирован, и мы не знаем, на что делается ставка. Шома, Шорея, Корея, Комрея, Ихана, Кауниш. Было бы интересно кому-то взяться за это и вот этот сюжет рассмотреть, какие они красивые в прибалтийско-финском языковом сознании. Ну и здесь еще последний пример на этом слайде, где, собственно, демонстрируется, что не только имена, но и глаголы вписываются в этот семантический ряд. Ухмах и глаголы. Ухмах, штат, трудиться старательно, усердно. В левиковском ухмуа усердно трудиться. Как тут я уже отметила, что примерно 20 слов включает этот наш список, и некоторые из них тут вынесены на слайд. Собственно, мы интуитивно улавливаем семантическую связь, как улавливали ее и наши предки. Энергичный, быстрый в делах, неуемный, жадный до всего, в том числе до работы. Естественно, перерастает семантику трудолюбивые. Это такие динамические качества. Но помимо динамических качеств, усердие маркируется и определенным душевным настроем, упорством, нацеленностью на результат, увлеченностью, горячностью, что-то относится к тему трудолюбия с такими характеристиками, как рьянный, страстный, жадный. Однако на этом реконструкция линии семантического развития не завершается. Потому что, если обратиться к изучению внутренней формы слов, то восстанавливается предшествующий, более ранний этап в этой семантической деривации. И этот этап семантика движения, причем такого быстрого, резкого, интенсивного, повторяющегося, ритмичного. И она хорошо представлена в семной структуре многих производящих основ семантического поля трудолюбия. Некоторые примеры есть здесь на слайде. Скажем, отмеченные выше прилагательные капия как номинация работящего имеют общую производящую основу с глаголом «капята». В финском «идти», «шагать быстро», в карельском «легонько ударить», «стукнуть». Подобную же связь демонстрирует финская «ройма», «бойкий», «живой», «роймака», такой работящий человек и глагол «роймя», «бить», «хрестать», «швырять», «бросать». В этом же ряду многим знакомое, конечно, финское устойчивое выражение «пайшкия», то это «вкалывать», то есть усердно работать, при том, что «пайшкия» это «швырять», «бросать», «удалять», «хлопать». Ну и здесь еще этот ряд может быть продолжен. При этом бребалтийско-финская модель здесь не уникальна, и исследования Уральской этнолингвистической школы показали, что она реализуется в русском языке, где, во-первых, семантика высокой скорости системно развивается у глаголов, называющих удары и битье, а во-вторых, поле трудолюбия в русских говорах связано с полями движения и деструктивное воздействие. Примеры взятые из книги нашей уральской коллеги Ереминой «Конобоиться», усердно трудиться и колотиться, биться. То есть на самом деле в смысле деривации тематической наоборот, да, должно бы быть колотиться, биться и, соответственно, усердно трудиться. Или вот этот последний пример «позгать», «бить», «колотить», «быстро идти» или «ехать» развивает семантику трудолюбия, «быстро работать». Вот такие параллели свидетельствуют об универсальности, установленной для прибалтийско-финских языков линии семантической деривации и, как нам представляется, подтверждают ее правомерность. Здесь, видимо, необходимо сделать такую небольшую ремарку, связанную с исследованием собственно структурской диссертации одного из классиков финистики Лаури Хахулина на 1933-го года. Диссертация эта была абсолютно новаторской для своего времени, времени господства младограмматизма, потому что она была посвящена семантике, значению, семантическому развитию слов с экспрессивной семантикой. И в ней содержался анализ 13-ти этимологических гнезд, включавших по крайней мере такую вот одну, включающую метеорологическую семантику и экспрессивную семантику. И вывод Хакулина заключался в том, что метеорологическая семантика, все, что связано с явлениями природы, является примарной, а эффективная, то есть экспрессивная и секундарной. И вот среди этих 13-ти слов, разобранных им, было всем нам известное привалтийско-финское слово «ахтер», основное слово в финском языке для выражения значения «трудолюбивый». Так вот, Хакулина возводит эту семантику как такую экспрессивную, первоначальной, метеорологической, которая проявляется, скажем, вот в этой производящей основой «ахку» или «ахку», резкий холодный ветер, страсть, желание, спешка и так далее. Ну, я могу сказать, что вот в наших материалах нашлось 8 таких многозначных слов, они здесь приведены, в палитре которых присутствует с одной стороны вот эта метеорологическая сема, ветер разного рода и сема трудолюбия. Но подтверждает ли эта примарность метеорологического значения? Очевидно, все-таки нет, и на это обратил свое время внимание финский лингвист Эйно Копонен, который вновь разобрал вот эти 13 гнезд разобранных диссертацией Хаколинена и реконструировал в начале цепочки семантического развития ономато-поэтическую или звукоподражательную мотивацию. наш анализ убеждает в том, что метеорологическая терминология, которая номинирует движение воздуха, создаваемое ветром и его порывами, она тоже входит на самом деле в поле интенсивного движения. И таким образом, собственно, не является исходной для номинации трудяк. Очевидно, там многозначность, которая заложена в глаголах движения, давала большой простор для дальнейшей семантической деривации. Одна из линий, которая выводит на характеристику трудолюбия через схемы подвижные, споры, энергичные, увлеченные, упорные, а другая вопрощается в лексемах, которые характеризуют порывы ветра. То есть две линии идут параллельно, не вытекая одна из другой. Вернемся теперь к выявленной закономерности семантической эволюции. Быстрое, резкое движение, дальше следующий этап быстрый, энергичный, страстный и следующий этап трудолюбивый. Она важна для установления этимологических истоков слов, которые номинируют идею трудолюбия, поскольку задают определенный алгоритм для такого поиска. Вот сейчас в этимологических словарях, я имею в виду прежде всего шомен шанолен аукупера и шомен гелен этимологин и шан агерия. Вот лексемы, которые репрезентируют эту семантическую парадигму, они разведены по разным этимологическим статьям и связь между ними никак не обозначена. Ну, скажем, кепея связывают с кепея легкие, но глагол кропята стукнуть быстро и те, о котором здесь уже говорилось, не упоминается вовсе. Или номинация хуйма, которая тоже имеет вот эту семантику трудолюбия, признается отчасти скандинавской в то время как глагол хуймья предлагается рассматривать как комбинацию глагола хуйто и шуймья, то есть отдельно существующие так сказать статьи этимологические. И это касается целого ряда слов, которые сегодня прозвучали. Наше исследование, выявившее этапы семантической деливации, лежащие в основе семантики трудолюбия, позволяет совместить эти этапы или результаты всех этих этапов внутри одной этимологической статьи. И кроме того, оно, конечно, дает посыл алгоритм для поиска подобной семантической эволюции и у других номинаций трудолюбия. Это реальный научный результат для этимологического исследования. Второй результат собственно антропологический. Через этапы семантической эволюции прослеживает содержение человеческой мысли в акте номинации, как человек осмысливает и классифицирует явления окружающего мира. В нашем сюжете трудолюбие и усердие началось с движения. А каков, скажем, языковой образ ленивого, красивого, умного или, наоборот, не очень. Нам представляется, что такого рода исследования перспективно не только с точки зрения лингвистики, но и значительно шире культурной антропологии привалтийско-финского мира. И мы очень надеемся, что оно заинтересует наше молодое поколение, тем более, что мы с Татьяной Владимировной стараемся сейчас какие-то магистрские работы готовить по этнолингвистике. И я в заключении покажу этот слайд. Это ссылка на нашу статью статью, где несколько шире представлен тот материал, который я сегодня устно доложила. Спасибо большое. Спасибо.